ПЕСНЯ ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ СРАЖЕНИЯ ЛУЧШИХ КОМАНД МИРА ВОЗВРАЩАЮТСЯ! StarLadder TV совместно с iLeague представляет новый сезон Star Series. Вас ждет более 100 бескомпромиссных баталий сильнейших коллективов СНГ, Европы, Америки, Юго-Восточной Азии и Китая. Только 12 лучшим командам достанутся путевки на лан-финал. Решающие сражения пройдут в столицу Беларуси, на площадке спортивного комплекса «Минск-Арена», готовым принять ни много ни мало 18 тысяч зрителей. Освещать все матчи сезона для вас будут хорошо известные и любимые вам комментаторы. Призовой фон турнира вырос более чем в три раза. До 300 тысяч долларов США. Теперь следить за всеми сражениями сезона Star Series в Dota TV можно бесплатно. Лучшие команды мира на одной сцене. 12 претендентов, один трофей. Смотри трансляции и болей за своих. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Егейминг Бэтс. Мы принимаем ставки на компьютерные игры онлайн с 2011 года. Реферальная система для постоянных пользователей и бонус на первый депозит. Магазин игровых девайсов и лучший выбор платежных систем. Дота 2 и Hearthstone. Counter-Strike и StarCraft. World of Tanks и Лига Легенд. EGB.com Ты точно знаешь, кто победит. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И все равно, конечно же, нужно стараться Итак, Alliance, Radiant, Первая карта, Сфуаки, Лода, Адмирал Бульдог, Натса и Team Empire No Fear, Йоку, Резолюшн, Алоха Дэнс, Сален Канал наш с вами, дорогие друзья, Starluder 1 На нем мы с вами находимся, смотрим Доту Ну и, в общем-то, давайте включаться уже в пики Итак, Team Empire Был пик Тускара со стороны Alliance Дальше Darkseer Герокоптер, дальше Bane Это Alliance, окей Забанили они Бэтрайдера Что, на мой взгляд, очень правильно Потому что вчера СФО просто уничтожил Йоку на миде Напомню, Йоку был там на Темпларке СФО на Бэтрайдере Бэтрайдер и в СОЛО унижал И потом один против двоих унижал Ну там ужасно было, в общем Даже не хочу вспоминать эту игру Это было Просто ужасное зрелище Так, Спирит Бреке отправляется в бан Еще один бан нужен от товарища No Fear Хорошо, что мы пока имеем У имперцев есть отличный задел для хорошего замеса 5 на 5 Darkseer Герокоптер Все это для массфайта Лайонс есть Хороший потенциал для победы на линии Да, у них есть суппорт Бэйн Довольно жесткий персонаж Который может стоять и на оффлейне, и на мид позиции На легкой линии, где только угодно Будет суппортить Ну, соответственно, Тускар тоже у нас герой Многофункциональный И везде себя может проявить Как на сложной линии, так и будучи каким-то семи-суппортом Ну что, бан от No Fear Дальше будет он открывать вторую стадию драфта Минус Магнус Герой, которого зачастую сами имперцы любили брать Ну, вот решили избавиться от персонажа Но что дальше Дальше, дальше нужно подумать, наверное, о каких-то суппортах Винтер Виверна, кстати говоря, у нас не оказалась в бане И в пиках тоже, поэтому ее есть смысл забрать Опять же, герой очень хорош для замеса 5 на 5 Да и на стадии Ленинга герой потрясающий Есть еще сигнатурный, конечно, Рубик для Лохи Да и много других крутых вариантов Посмотрим, через какую стратегию вообще решат поиграть Empire Через Джокиру они решили покатать Ну, вот еще один герой для хорошего замеса 5 на 5 Плюс ко всему это возможности, конечно, для пуша, безусловно Для ранних сборов в пятером Для давления, в первую очередь Ну, давайте смотреть теперь, что придумают Alliance На это все Распик они начали очень аккуратно Не показывали своих кор-героев Вот сейчас есть самое время сделать какие-то контрпики С4, С4 Так, упускаем ли кого-то из текущей меты Ну, вообще, мы знаем, что Alliance через различные стратегии играют Обычно, да, это та команда, которая сейчас не стесняется использовать Всяких некрофосов, фурионов, когда им это нужно Не стесняются использовать различных патрайдеров То есть, через все это они умеют катать Против них довольно тяжело какие-то банды делать В Alliance всегда остаются какие-то альтернативные варианты Ну, вот что, что они будут брать сейчас Ну, вот сразу же статистика нам, тем временем, подъезжает Это Тускар, самый популярный герой для Alliance У них в этом патче 22 игры, 15 побед В Динрейде 68% То есть, нельзя они себе забирают Забирают Слардар Ну, что ж, да, это такой, одна из возможностей Направить свой пик в нужное русло, да, под одну стратегию Слардар, который будет, скорее всего, комбинироваться вместе Либо с Темпларочкой, либо с VRочкой в медлине Кого тут этих героев, в любом случае, придется Лайнцам отдать Винрейджер решили имперца себе забрать Боятся они больше, видимо, Слардара Винрейджер, нежели Слардар Темпларочек Ну, окей, Темпларка осталась, поэтому ее можно брать Сфона не умеет катать Или что-то другое придумают Лайнц Вот, ну и ответная стата по оффлейн героя для империи Darkseer до резолюшена Имеет отвратительный винрейт В шести матчах всего одна победа Ну, да, действительно, имперцы, конечно, периодически показывают не самую крутую доту Поэтому и винрейт на героях у них На многих, скажем так Очень-очень плачевно Лишака добирают себе Лайнц пиком четвертым Вот они, у кого вспомнили, что есть такой интересный персонаж Зовут его Лишак Которого, казалось бы, немножечко пофиксили И он выбыл из пиков, но нет, не для Лайнц Лайнц вообще не знает, что такое выбасть из пиков Что значит нет текущая мета Не знает, что такое популярный героин, не популярный героин Они берут то, чем они умеют играть И такой подход Он весьма интересен И весьма непредсказуем для их противника существует Брутмазер отправляется в небытие Ну, мы знаем, насколько хороший Мирал Бульдог на бруде Поэтому, действительно, есть смысл там героя бы убрать Лишак, скорее всего, будет позиционировать себя Все-таки как кор-герой в этой игре Вопрос, где только будет стоять То есть, медлинию доверят ли ему Или все-таки это персонаж Который пойдет Откуда пойдет, ну, кроме медлинии Ставить его как мейнкер, наверное, не очень хочется Все-таки лучше взять какого-то ДПСера Физушника, который будет с Лордаром сочетаться На Найнго пока забанили У имперцев Остался ласт пик Нужно взять какого-то суппорта Суппорт, суппорт, суппорт Кто здесь будет хорош? Саленсер здесь будет хорош, очень Просто суппорт саленсер Не керри саленсер, которого пытались использовать имперцев В предыдущем матче вчерашнем А суппорт саленсер, который просто в нужное время будет обламывать Ультимейты Бэйна всякие, там, инициативы стороны Тускара И Лишак не будет чувствовать себя хорошо Как вариант Как один из способов контры героев противника Ну, опять же, сигнатурный Рубик Опять же, возможность ей взять какого-то ЕСа Ну, вот ЕСа, как раз такие имперцы добирают Ну, просто стан, просто очень полезный герой Ну, распик получился у имперцев более чем таких стандартных дефолтных героев Текущий мед На этих героях имперцы играть умеют Поэтому текущему их драфту мы не удивляемся Лайнс немножечко нам преподнесли сюрприз в виде четвертого пика Но еще и ласт пик остался для них Ну, как, как вот дальше распоряжаться героями То есть, ну что, можно взять ТА, поставить ТА в мид Слардар легкая Лишак, там, может быть, с кем-то на оффлейн Лишак на легкую Слардар, как у флейнер такой, тоже периодически практикуется Многими профессиональными командами Выбор есть, выбор есть, безусловно Есть над чем подумать У СВ осталось 15 секунд Лон Друид Ой, 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 ой Что это мы видим, дорогие друзья Лон Друид в пике Вайлайнс Ну, честно признаюсь, я соскучился по этому герою Я давно не видел качественное исполнение Лон Друида в профессиональной тату-сцене И, конечно, вот такие пики, они всегда очень-очень радуют Тяжеловато будет имперцам, прямо скажем, но Но посмотрим, опять же, реализация решает все Итак Карта под номером 1, прочитание Best of 3 Empire против Вайлайнс Начинается прямо сейчас Итак, имперцы, Резолюшн берет себе науфлейн Дарксира Салент на Герокоптере будет фармить Науфир суппорт Джакиро Лохо Дэн второй суппорт на Иесе И в мид отправится Йоку на Винрэнджер Ну и Лайнс Монстр Лода Кирис Лордар Играл Бульдог у нас будет играть на Лон Друиде В мид пойдет ИСФО Нали Шракен Ну и суппорт им будет Майнат Сакин От Ускары Бэйни Пока как-то так получается Так, смотрим Тут стандартные закупы пока Каких-то ТПшек мы с вами на линии не видим Нет, видим, уже Аки пошел Ну, кстати, я не в первый раз вижу Как Аки, будучи суппортом Идет ставить обсервивар через ТП Не через одну из крайних линий Вот отсюда или вот отсюда Да, и со стороны Дарр там то же самое А через мид И если кто-то там пересматривает воды Из профессиональных команд Они могут, кстати говоря, один разок Таки-то и помешать это сделать Потому что зачастую что? Зачастую отправляются быстро там куда-то На крайнюю линию И детектят эти самые варды Потом пытаются сразу девардить А вот никто не додумывался ни разу о том Что кто-то через мид может пойти И быстро обсервивар тыкнуть Вот тут Резолюшн тоже смог Аккуратненько пробежаться по нижней линии Тыкнул свой обсервивар Еще один опс поставили лайнс на нижнюю руну Ну и как же будут лейны у нас выглядеть Ну вот если исходить из ролей То примерно я уже представил Но возможно лайнс что-то захотят изменить Например что? Например 3 плюс с лордаром отправить на оффлейн Как вариант А против ДСа поставить лишь очка Или лондруида Кстати говоря Кстати, вот эта вот идея номерная очень хорошая будет Адмирал Бульдог на легкой линии Против Тарксира будет стоять хорошо Так, а тут у нас контролится руна Ну тут в принципе без возможности для лайнс Имперцы будут собирать снизу баунти Останется она Йоку На топе также будут собирать эсфо Ну и вот догадаются ли На самом деле имперцы пока не видели местоположение всех героев Лайнс, они не знают Кто где будет стоять Поэтому отправляют стандартный Резолюшн на оффлейн А там будет сюрприз Там будет трипла Трипла с лордаром против триплы стороны импайр Причем тоже ведь Не самый слабый триплы, между прочим Йес, Джакиро Ну все-таки иногда считается Что Йес это все же слабость триплы Как ни крути Потому что кроме единственной фиссуры Он сделать ничего не может Ну потому что это милишник Потому что он не может гонять Каких-то суппортов противника Он не может с ними конфликтовать Размениваться по хп Персонаж такой Но Джакиро может в принципе Один на линию То есть в качестве суппорта не потащить Здесь тускарбен Здесь конечно будет намного сложнее Пережимают проход Здесь Алохи Алоха все-таки находит Как пройти Вот аккуратненько прогрызает себе Этот гусиком проход Между деревьями И уходит Вот мы видим Что есть возможность Сделать отвод Не заблоченным было лайнцами Фиссура не самая удачная Получилась уверенем от Алохи Ну и все-таки Напряженность будет определенная Здесь у имперцев Некомфортный фарм Для Салента Будут напрягать три героя Надежда конечно же на суппорта Что они попытаются подстраховать Но в любом случае На лучший крипстат Скажет так Саленту здесь рассчитывать не приходится В миде СВО Против Йоку Я очень боюсь за эту линию Потому что Йоку Честно говоря Вчера продемонстрировал Довольно откровенно говоря Слабую игру на мид линии Против конкретно СВО В двух картах Поэтому Йоку здесь должен подсобраться Сегодня доказать Что он не хуже на этой линии стоит Адмирал Бульдог снизу Будет встать против Дарксиры Дарксир понимает Что здесь сложно помешать Медведи Зажали теорием Салента Пытаются пробить Лоду сам без хп Остался Лоду нужно добивать Лоду Последний удар получает На ферзбат От Алохи Дальше можно прогонять Натсу Натсу Пытаются пробить Натсу Поджигается тоже Это даблкил Усполнение Алохи Остается только Аки один И все Пытается Ляки сейчас съесть Алоху С помощью брейнсапа Нет попытался Только это 2-0 для Империи С легкой линии Хороший размен получился Сами Лайонс Вступили в бой Сами синициировали Но демэджа просто-напросто Не хватило И отлично Отлично Встретили Империи Это замечательный буст Для Алохи Будучи и суппортом ЕС Сделать даблкил Поднять себе Огромное количество денег Можно подумать О каком-то Солринге Быстром Да Можно купить себе Тапок Да Все что угодно Можно Самое главное Конечно Что еще Экспиренс был получен В большем количестве И за счет этого Тоже можно Пытаться Ту линию выиграть И снова попытка Атаки наци Что-либо сделать Есть слип Хорошо Нофир на себя Слип забрал Фиссура Нофира тоже будет спасать Долбресом он откидывается Здесь синициировать Лайонсом не получилось Пока Ситуацию На легкой линии Империи контролят И вот он Нофир Начинает раскидывать Ликвидфайр Кстати говоря уже второго уровня Долбресы бесконечные Просто залетают И сноубол пошел На Сален Пытается его съесть Есть стан Сален Это большие проблемы Сален Пока живет Стики провязал Сален До конца На развороте дрался Погибает он Смогут ли в ответ Кого-то забрать Его суппорты Аки отъедается Брэнцапом Пока жив Нофир не смог Его добить И в итоге Это только фраг Хотя Лода На развороте Снова пошел У него есть стан Пытается поджать Здесь Алоха 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 Здесь никуда не уйдет Получает стан Тычку с руки Лода Лода Ударяет здесь Алоха Алоха падает Это минус 2 Разменивается Нофир вместе с Лодой ПХП Нофир здесь справляется С Лодой В итоге Размен получился 2 в 1 Но уже чуть получше Для Лайнс Да Конечно Просто ужаснейшие Баталии Здесь для обеих команд Постоянные стычки Очень-очень тяжело В такой ситуации Играется Конечно Сфо в миде 10 на 3 Йоку 19 на 8 Йоку взорвался Йоку Реально взорвался Посмотрите на его Крипстат А ПКС Выйто Вон так ПКС Правильно Это будет звучать Своего оппонента Сфо За счет молнии Пока не держит Крипстат Проигрывает Но Йоку При этом контроль Труна неплохо На нижней линии Адмирал Бульдог У нас имеет Крипстат 22 на 5 У Резолюшина 27 на 1 Ну в общем-то И тот И другой Герой Скажем так Свой фарм Получает Но вот у Резолюшина Могут проблемы Резолюшин сможет ли уйти Тычки к нему долетают И дар последний Надо было бы сделать Но нет Не хватает урона Адмирал Бульдог И в итоге Дарксир спасается Спасается Каким только чувством Роман Каким только чудом Солринг у него куплен Левел 5 Будет ТПшка На линию вернуться Будет сапог Пока так Так Антеби продолжаются У нас активные действия Фиссура хорошая Прикрывают ход лоде Есть слип Лода пытается уйти в другую сторону Ликвидфайр Его провожает Ноуфир Будет еще айс шар затнаться На развороте Они конечно не будут летать А тут встречают Йоку Йоку на хосте Сноубол пошел Ишак тоже здесь Будет листан Истан И мажет Исфо Йоку пытается пробить Лоду про четверых Дерется Дает поврошот И погибает сам Размен один в один Ну да Конечно здесь Лайнс довольно дружненько Так друг за другом Заручились А Верочка оказалась Здесь одна Но при этом все таки Все таки Йоку смог сделать скилл Хотя сам конечно тоже погиб Еще 3-4 Невероятно активная игра У нас с первых минут Куча стычек Куча всяких Войн И все это дело Не будет прекращаться Потому что Лода Пошел опять на нижнюю линию Но его прекрасно видно Стоит обсервер Все видит Роман Резолюшн Нужно аккуратно отойти Есть у него сюрч Лода ускоряется Резолюшн Отходит на безопасную дистанцию И живет Качественно поставленный вард Пока здесь зарешал Да и смотрите Лайнс Поняли что у них На оффлейне Не особо-то все получилось Что они хотели сделать И в итоге решили Свапнуться лайнами Дать возможность Лоде пофармить Хоть что-то У него 1-3-2 3 смерти Никуда не гадит Конечно быстрым Блиндаггером Здесь и не пахнет Но вот с легкой линией Он сейчас будет иметь Более лучший фарм Мидди Атака на Йоку Пошел сноубол Нац пробивает с руки Будет давать Айсшарт Прикрывает дорогу Йоку Йоку Думает как же справиться С этой ситуацией Получает молнию Получает стан Исура не спасает От ЕС И Верка просто погибает Отличная атака Там теренимал Лоху подловили Корни сработали Лоха пытается Делать тэпаут И уходит Уходит тоже На Лоха Но в любом случае Верка здесь Отъехала И у нас Счет становится 4-4 Пошли перемещения Это лайн В большом количестве Невозможно Предугадать Где же будет Находиться Один из персонажей Все время Кто-то заходит За спину Кто-то где-то За спину Залетает Ну и здесь Конечно будет Очень серьезно Решать хороший Вижен Есть варды Варды у Алохи Две штуки Нужно их аккуратно Будет поставить И сами они будут Организовывать Сейчас смог Потому что ЕС здесь собирается У ЕСа Есть смог Делает тп У нас Йоку И плюс рядышком Будет резольт Так Наставится пауза Какие-то проблемы У лайн За два персонажа Отключилось Надеемся Что все будет хорошо Так Ну я пока там Читаю Что вы пишете В твиттере Ребят Пишите активнее Конечно Собачка адеквативи Прямым сообщением Либо через Хештег Дотвару хаб Либо через Хештег Слтв 13 В общем Где-то так Пока такие паузы Я могу С вами общаться В чате там Бесполезно что-либо читать Потому что в чате Небольшой такой Трэш происходит Поэтому лучше Пишите в твиттер Тускар Переподсоединился Вернется сейчас Лишак Ну что ж Сначала В целом Было Сначала Немножечко Для империи Плюс Буквально Тыщенку Не выиграли Ну и лайнс Вернули Вернули Графики в ноль Поэтому все Пока довольно ровненько Да и вот ИСФО Несмотря на то Что по крипстату Довольно серьезно Отставал от ВРки Мы видим что ВРка дважды погибла ИСФО во-первых Набрал КС Примерно Соотносимый С крипстатом ВРки Более того Вот Вакилай Имеет ИСФО И конечно Сейчас Чувствует себя Лучше всех На карте И выигрывает В ВРки 300 монет Неплохо ИСФО конечно Не без помощи Своих тиммейтов Но только Справился с задачей Победы на линии Но стадия лейнинга Еще не закончена Так что Верка вернется Итак Пауза отжимается Начинает Довольно активно Прессинговать Тавер Но фир И саленд Накидывает Ликвид фаер На вышку Майнад Отбивается Ну и вот Снизу тот самый смок Алоха Вместе с Йоку Конечно Хотят немножечко Подпортить жизнь Адмирала Бульдога Потому что Бульдог на линии Формит хорошо Во второй Нетфорста карте Транквил он себе собрал Сапог есть На спиритбир Есть арбовеном Ставится агрессивный Обсервер Но там в спину Уже заходит Бэйн Он может просто Не успеть Потому что пошла Фиссура Есть шеклэшот Повершот Адмирал Бульдога Пытается он спрятаться Где сейф ТП Включает форму Медвежонка Отдавать не хочет Призвал его к себе С резолюшином драться Ставится стенка Резоль Дерется до конца Повершот был Ну и конечно Таком количестве людей Не забрали А медведям Лода немножко Не подоспел Просто ТП Адмирал делает резоль А у Лохи ТПшки нет Он мимо пробегает С Лордар Да ладно Он нет Никуда не уйдет Хотя дает фиссура Алоха Получает проинсап Лода ускоряется Ло хп Алоха Ставится шеклэшот Дает спринт Лода до конца Будет идти залог И очень хочет Сделать фраг Очень хочет Но получится ли Нет Не получается В итоге все получилось Очень здорово Пришел и свой И тоже Добить ЕСа не смог Но тут очень неплохой Выход получился От Империи Во-первых Сама задумка удалась То есть они убили героя Во-вторых Они стянули Огромное количество Людей в Альинс Что дало Небольшой такой Спейс для Саленда Тавр в итоге На топе оказался Спушен Есть Аквила Белт Гирокоптер Будет аккуратненько Уходить скорее всего С Энджин Яшу Но с другой стороны Тоже небольшой плюсик Такой для Адмирал Бульдога Сейчас он может фармить Около своего Тир 2 Относительной безопасности Лода Белт пока Лода конечно активно Перемещается по карте Но фарма ему Явно недостаточно Можете купить Конечно Как можно раньше Блин Тагер Хочется лучше инициировать Хочется врываться Хочется убивать Каких-то там героев Отставших Ну и снова Империя на Оффлейн идет со смоком Это без лодов Саленд Колдаун На лоду Хорошая фиссура Прикрывает путь Есть Айспас Лода успел дать стан Не более того И погибает А здесь ИСФО С майнацем Молнии По ноуфиру Пошел сноубол Есть стан Ноуфир раскастовывает Ноуфиру очень больно Провязал стики Да, лайспап Погиб Саленд Разворотник ИСФО Приговаривает вместе С Алохой Дабл килл от Саленд И можно еще майнацем Пытаться убить Майнац пытается там Как-то мазать Аккуратненько пробегая Сквозь всех деревьев Но его встречает Резолюшн И в итоге Это 3 в 1 Размен получился Это очень качественный Размен до Импайр Да, в итоге Лода подставилась Конечно ИСФО погиб Что тоже очень неприятно Для Айлайнс Ну и Импайр Понемногу Понемногу зарабатывает Денег все начинают Сдавая себе преимущество Ну уже Уже скажем так Это не похоже На вчерашний матч На вчерашнюю Вторую, третью карту Поэтому Более-менее Империя сегодня Чувствуется что готова Морально настроена Это очень важно И какой-то бой Айлайнс Хотя бы по началу игры Не дают Так, 10 минут Игра позади После Алоха пытался Сделать тэпаут И получилось это сделать Резолюшн Немножко под вакуумом Поддержал противника Снизу тем временем Забрали герокоптера Алоха получает Стан тоже Алохе больно Еще одни молнии Есть Айспас На развороте Сво получает удар Стотема И пробивает до конца Йоку Приходит Адмирал Бульдог Будут ли корни Корни не срабатывают И Бульдог Хотя Резолюшну Можно встретить Резолюшн Убегал там от лоды И не убежал Встретили его Лайонс Один в три Теперь уже в пользу Лайонс Дальше можно Науфира гнать Науфир подставляется Удары с руки Снова от Спирит Бир Но где же корни Где же корни Что случилось Адмирал Бульдог Почему они у тебя Не работают Сколько ударов Было сделано Вот при мне Штук восемь наверное Справ по ВР Потом по Джокиру И в итоге Не работают корни Ну такое бывает Конечно здесь От удачи Много что зависит Пошли первые Амплифай уже Подсвечивает Противника Немножко неудобно Доидраться Будучи под амплифай Неудобно И неприятно Морально Довольно серьезно Напрягает Но нижнюю линию Имперцы не оставляет Постоянность Растягивая все свои силы Управляясь В бесконечные файты Так Ну там мега появилась Кстати говоря Очень хороший айтем У Лайнс Пока таких командных Артефактов нет И за счет Миканзова Можно выигрывать Файты 5 на 5 Во всяком случае Можно уже не бояться Идти вперед Первоначальный прокаст Элементарно того же СВО Можно будет просто Пережить С пользой Уменьки Так Что у нас там Адмирал Бульдог Адмирал Бульдог Купил себе перчатку Так Ну вот корни сработали На резолюшн У нас фулл хп Он не особо боится Он разворуется Пытается Мишку съесть Получает финс грипп Батил довольно серьезно Адмирал Бульдог Получается на своего медведя Резолюшн сейчас будет погибать Перепризвал Медвежонка Адмирал Бульдог Пришелся ко слэм Алоха Дэнс 100 демоджей явно Не хватает И в итоге просто На ровном месте Погибают два персонажа Эмпайр И в виде компенсации Только снесенный Тавр Снесу Для герокоптера Ну все равно конечно Не круто Счет 10-9 Ну и Тавр Покитает Элайнс на миде Прогоняет Пока Получается Сделать Ноуфира Ну и что мы по Тавраму Кстати говоря Получаем Два Тавра Спушили импайр Потеряли только один Ну по этому показателю Империи пока Немножко покруче Ну и графики Сновые Элайнс возвращаются В график 0 Ну вот конечно Даблкил очень многое Зарешал Причем там И Есэх И слэм потратил Не очень приятно Погиб после смерти Дэксдс И ДС Свою меку Как таковую Реализовать не смог Ну и как обычно Стараются сделать команды Вот вы получаете Быстрый меканс На Исэфе Там на Дарксире Еще на ком-то Вы сразу же Пытаетесь провоцировать Презамес 5 на 5 Который мекка решает А здесь ДС один подставился В итоге Как таковой Командного файта не было Но в принципе Можно пробовать Делать еще один файт Стоит хороший Апсервер Стягивают сюда Импайр Виден Находится Аки Подфармил там Бульдог Ну и Лайнс Почувствовали Прочитали этот момент Просто благополучно Нашли И не подставились Исфок Кстати говоря Есть Солбустер Есть Солринг Будет делать Бладстоун Вспоминаем мы Конечно же Вот Былого лишь Рачка Еще до его фикса Когда вот Именно через такой Айтембилд Одевался И был крайне Неприятным персонажем В принципе Таковым он и остался Немножко конечно Послабее стал На стадии Ленинга Но тем не менее Потенциал этого героя Просто шикарный Так Подгрызает Бульдог Пытается кого-то В корни сцепить С первого удара Не сработало Ну и на миде Девять героев Просто собралось Кроме лоды Лода фармит Лода осталось Пятьсот монет До покупки Блиндаггера Отвратительный Конечно у него Нетфорс Но это Слардар Более того На Слардар Особо надежды Не будет Потому что Герой после покупки Блиндаггера Будет играть Еще активнее И зачастую Такие Слардары Много К концу игры Не его фармливают Тут конечно Упор делается На СФО И на Адмирал Бульдог Так Ну теперь уже попытка Атаковать под смоками Атталайн В спину они Между мятоварами Будут заходить Эмпайр полным составом Пытается предугадать Где же находится оппонент Рисует какие-то зигзаги На миникарте Ну а теперь Саллен Пошел Немножечко Посплитить Есть Сенч уже Мояш хочет выйти Но не удалось Сперва имперцам Напасть Теперь лайнцам Не удалось Напасть На импайр Что же такому интересному Хочет купить Адмирал Бульдог Очень интересно У него есть Гловс оф хест 1400 монет Медас Что ли Будет идти Проходить 12-ти слотового Медведя Или все-таки Может быть Какой-то Майонстром Пока непонятно Но ничего особо На карте не происходит Резальшн тоже Пока пошел Блица пофармить Но это правильно То есть Если ничего не происходит Если вы не ввязались В какую-то войну Если на вас не синициировали Лучше всего Конечно Просто идти посплитить Пофармить Ну и иметь Конечно же Просто ТПшки И ТП Можно сразу же Будет драку включиться Покупает себе Лота Бликдагер Кликают на мид Там опять У нас Какое-то Место встречи Будет Это Митрилхаммер Да Все-таки Это Майонстром Для Медведя И Сва Пытается Выформить Себу от стол Ну и Подуспокоилось У нас пока На карте Все Ничего не происходит Графики держат Во прежнем Нуле По эксперт Разве что Илайнс Чуть получше Пока выглядит Пойнт бустер Йоку Все-таки Первым айтем Пошел в Аганим Ну есть смысл Конечно в этом Айтем билде То есть играть Не через быстрый Блиндагер После этого самого Блинка Можно просто-напросто Не уйти Поймав одни Какие-то корни Или Айшардс Неприятные А так Аганим Вообще крайне полезный Артефакт на ВРке Плюс ко всему Статы дает А значит Плюс к выживаемости Алохи до Блинка пока Далековато Он В стандартный Начальный Запак вышел Транк Вилы Соло ринг Мэджик Бонд Теперь ему Нужно время Теперь ему Нужно в драках Не погибать Давать хорошие Фессуры Ну и в минуте Там 21 Рассчитывать На выфармливание Блинка Интересный вопрос Задают в твиттере А как ты относишь К тому Что фанаты Лайнс оплатили Татуировку И дали Билет на турниры Для него и его девочки На самом деле Довольно здоровая практика Есть такие фанаты Я вчера Буквально Получил сообщение От одного Из фанатов Эмпайру Который сказал Что если Текущего Старладера Имперцы Зайдут в топ 10 То он лично Сделает тоже Не татушку Он сказал что Побреется И сделает Изображение Логотипа Импер У себя на голове Ну как вы помните Там год Когда-то сделал Играя в Китае Только он там Доту Лейбл Доты Себе выбрал А вот он Хочет логотип Импер Поэтому все в руках Импер Ну и Импер Конечно должны Поддержать такое движение Существуют такие Предные фанаты Которые верят Так что Это здорово Ну что ж 18 интегры У нас уже позади Очередные смоки Какие-то Попытка где-то Что-то зацепить Кого-то синициировать Салент уже бегает Санжиняши Никого не боится Один Без своей команды Лода сплитит Ну вот Лода Не хочет ограничиваться Покупкой одного Блинтагера Пытается фармить Дальше Такая спас По двоим Хороший кулдаун Под списуру Залетает Больно Насу Больно Бирал Бульдога Пока прячет их Сноубол Ну он 30 Говорят Авард уже с него Залетает Прям В войну Вот так Вот адмирал Бульдог Месяц Тускар Тускар В итоге погибает Бульдог пытается уйти Ну кстати Это удалось Удалось И залетает Лода Контр-инициация Но есть Мега Финсгрипи Ой Вакуум Под стенкой Замечательный Получается Резолюшн Будет ли продолжение Отличная фиссура Ставится Теперь Шикошот Просто божественный Эхо слэм Минус 3 Делает импар Как же они здесь Расхастовались И Алайнца Просто не стоило Контр-инициировать Лода Опрометчиво Залетел прямо в толпу Дал стан Но не более того Конечно Резолюшн Потрясающую свою стенку Стяжку продемонстрировал Ну и в целом Здесь имперцы разобрались Минус 3 И снова Ставара Так Приходит Медведь Снова Лода Прыгивает Дает стан Получает Тайс Спавший Голшот Неточный На территории Сноубол Заезжают ЕСа съели Есть вал Распанч В Сален В Сален пока жив На развороте Кулдаун Вакуум Нация связает Есть стан От Сво Пошли Раскасты и молнии Очень больно Резолюшно Погибает он Вместе с Джакиро Неплохо Здесь провалится Лайнца Дальше идут за Йоку Йоку Пытается под Вендраном Уйти Лода Через 5 секунд Будет стан Будет идти до конца Вендран уже У Йоку Нет Дает шоколдшот Лоду Не самый удачный Лода Дальше Не до конца Посмотрите Спирит Давит его Давит Но Смогут ли Скода Боже На блинке С станом Приговаривает Салент Это минус 5 Лода Кулда Здесь тоже погибает Но Скорее всего Фраг того стоил Да Лайнц отвечает Отвечает очень серьезно После великолепного файта С стороны Импайр Лайнц Мгновенно Воскреснув Пошли в ответный бой И наказали имперцев Вау Какие же у нас тут Потрясающие баталии Драка за дракой Ответ на ответ Вот это действительно Похоже на матч Двух более-менее Равных команд По скиллу Картов Которые ничего Не понятны До последнего момента И обе команды Демонстрируют Хорошие файты Финс грипп На резолюшн Потягивается С4 Ну да Пуль снова Включил Рассказ дал Резолюшн Бакамеку Юзай То все равно умирает Брейнсап И вот не отпускает Таки На развороте Пошли имперцы Ускоряется Йоку Под виндраном Но подцепить не удалось И в итоге Это был качественный Килл от улайнс Вау Просто вау Окей Пару минут Передохнуть И можно снова В бой Что мы видим После этого замеса У С4 9 зарядов На билдстоуне Есть стаф Лода Угаркла После глинка Конечно же Нужно делать БКБ Нац пытается Выформить Меку Активно мешает Эмусален Посмотрите Нац ТПА Узмозли ути Да уходит ХП Хватило У Сайлента Рецепт на БКБ Но БКБшки Безусловно Нужны Причем И той И другой Команде Если здесь Лайнцам Есть смысл Опасаться Всяких Там Вакуумов Да Колдаунов ЕСов С фиссурами И прочей Гадости То В свою очередь Имперцам Нужно опасаться Конечно же В первую очередь Сво Своим Просто Зверским Прокастом И Блинк Даггер Вот такой вот Крайне необходимый Артефакт появляется у Алоки Теперь они Очень здорово Могут Вместе с резолюшеном Комбинировать Своими ультимейтами Просто потрясающе Заходить в файт Конечно От действия Алоки Будет очень много Зависить в файте Ну как показывает практика Периодически Все таки Хайлайтить Получается Что у Бульдог Бульдог После Майлстрома 2100 монет Ну конечно Мы понимаем Насколько силен Медведь У нас будет Более поздней Стадии игры И понимаем Что фарм Все таки Бульдогу Нужен Пытается Подъедать Он крипов Керасы Нужны Да все Нужно Здесь и Бладмиры Нужны Так Довольно опасный Момент Аки С СФО Стоит на топе Пытался Резолюшен Их поймать На вакуум Не подцепил Ускоряется Дальше Ну да Там за спиной У него Продолжение Продолжать Это больше нечем Продолжать Нечем И Аперс Нажи Спекают Ну пушить Собрались Эмпайр Полным Своим Составом Вопрос Будут ли Здесь давать Бои Лайнс Смотрите То Минус Полторы То плюс Полторы Для Лайнс График Мечется То обратно Рецепт на ВКБ Также у Стартара Имеется Ну и будет Сплит Просто Самый Очевидный И банальный Сплит В исполнении Лайнс Подъедает Медведь Мед Тир 2 Снизу Съедает Лода Тир 1 Ну и смотрите Имперцы решили Свои ТВРа Подефать В частности Снизу Не просто Деф Они попытаются Сейчас Инициировать И убить Натс Пытается уйти Алоха Дает Фиссуру Резолюшн Рядом Айс Пасом Не достают По Натсу Натс Пытается Просто Наги Смотаться Вызывает Сиджил Лежать С вакуумом Стянули И убили Но Тир 2 Кстати говоря Победу Не спасли Спокойно Бульдог Забрал И ушел Вопрос Что было ценнее Не отдать Тир 2 Или Не отдать Тир 1 И забрать Тускар Ну что Эмпайр Заходит Рошан Вроде бы Есть уйоку Аганим Однако Все равно Довольно Тяжело Пробивать Этого самого Рошана На самом деле Просто Дебафов Не хватает Даже Медальки Нет Поэтому Скорее всего Здесь Лайнс Успеет Подойти Навязать Борьбу Джакира Контролирует Момент Пытается Встретить Если что Своим Аспасом В узком Проходе Выходит Из Фо Лода Ныряет На эфир В секунду Просправляет Наверное Лода Подрубает БКБ Зашел Резолюшн Но Проказ Дал Один А почему ЕС Не влетел Получает Просто Найтмейр Алоха Дэнс Возможность Была неплохая Контр-инициировать Не получилось У Эмпайры Потеряли Одного героя И от Рошана Конечно же Моментально Ретировались Ну что теперь Теперь БКБ Нет у Гирокоптера БКБ Также отсутствует У Слардара Ну и тот Чувствует себя лучше Стенки Тоже уже не будет Резоль Вакуум Через секунду Забегает Резолюшн Залетел Подставился Под сноусбол Дает вакуум Мэка слэма Талохи Но есть Мека Тарксир уже погиб Пытается войти Гирокоптер В драку Слэкор Расстрелять противник Хороший шиклот Тем временем Подвязали Подвязали Лоду Спиридбиром Лода пытается уйти Спринт Да ладно Неужели уйдет Найтмэр В Йоку Йоку приостанавливает Тем временем падает Бэйн Айс пас Лода На развороте Прыгнул Но погибает Не добив Гирокоптера Гирокоптер в живых остается Теперь Бульдог остался Бульдог на развороте В Алоху Отличный шиклот Снойф Алоха Тотем Убивает Спиридбира Дальше пошел фокус фаер Подбирал Бульдогу Туалбресом его замедляют Там тем временем Гирокоптер Умер А Брошана Боже как это произошло Но здесь добрали Медведя Как он здесь отдался Баш что ли лишний сработал Оставался Айран здесь добивать А то Брошана И просто его не осилил Я не знаю почему так Может быть Да не делал он тэп аут Не было у него тэпшки Но Брошан сагрился Однозначно Привели замес лучше Чем Лайнс Но Лайнс Товарошан так просто не отдают СВО здесь С Юлом уже Заставляет Эмпайр Ретироваться Сноуболом Дальше Ноуфира Прям под Рошпит Вакуумом Настянул на хайграунд Резолюшн Эспав туда же Ставится стенка Ноуфир конечно С хайграунда Его сбивает СВО с помощью своих Волни Но эти ребята Отсюда скорее всего Уже не выйдут Если под сноубол Тускары не подставятся Вот это момент А что дальше делать Ну вот он сноубол Да Про Ашану Нашли возможность Спрыгнуть с хайграунда Подтягивается Лода Вот теперь Этот дебаф имеется Это Амплифай дэмэдж И под ним Можно Рошан Очень быстро разобрать Но Эмпайр Вновь не готова Аегиса давать Залетает на Аки Сробующий Рокет Бередж Аки Принца пока дает Жив еще Лода забирает Аегис Вошел резолюшн Плохо вошел Валдраспан Получает погибает сразу же Вразмен на Пэйна Сален пытается С Лодой драться Есть Амплифай Флэки Снова шиклшот Потрясающий Но Йоку драться не готов Привайет Тускара Рокет Бередж По лоде Лода просто пытается Под спринтом отойти Юлы Адмирал Бульдог Грызается в Алоха Алоха отфиссуривается Лода на развороте Снова стандает Кидает Амплифай Пытается уйти Грызет Адмирал Бульдог Спирит Бир Очень больно бьет Возвращается Лода И башен добивает Герокоптер Очень неприятно Дальше Айспав Ноуфир Макропира Вешается Пытается до последнего драться Этот файт длинной Просто уже 27 минут Боже Залетел Сландар Погиб от Алохи Как так Снова шиклшоты Айспав Лода После Аегиса Снова Амплифай Станд по Ноуфиру Очень больно Алоха залетает Пытался помочь Ждал ХСЛМ Плохой ХСЛМ Очень плохой ХСЛМ И Алоха скорее здесь тоже погибнет Очередной Валрос Панч И его съедают тоже Да уж Ну Конвейер Конвейер довольно серьезный Теперь Лод на развороте Резолюшн Вакуум отличный Лода минус СМО Суицидом добивает себя На Ацом теперь будет погоня Бульдог тоже давит на пятки Пытается уйти Медвежонка Целает первым Медвежонка верни Помоги своему тиммейту На Ацом же по-моему Все понял На Ац понял Что он может убить На Йоку Там Виндран На Ац Шекл Не точно На Ац Меку включает В Йоку Просто под Виндраном Пытается смотаться На блинке Таки ушел На развороте Получает еще Очень больной Повершот На Ац Мансит как-то Айшарц выдает Не зажал Резолюшн Резолюшн За ним бегает до конца Очередной Валрос панч И Вакуумом Резолюшн добивает Вау Вот это файт И опять разница В один фраг То есть суммарно Получается Что они подрались Очень даже ровно Был байбек От Тоскара Байбеков от Империи Не было Рошана добивали Лайонс Там Аеги забирал Сладар Благополучно Его потерял И второй раз Ну это что-то с чем-то Это просто Настоящая Какая-то Брезня 47 фрагов За 28 минут Было сделано И ребятам В кайф Такую игру Показывать Ну это вот Раньше мы это назвали Настоящей СНГ дотой Когда происходит Файты ни за что И тут они постоянно В протяжении всего матча Здесь примерно Похожая ситуация Ну вот в кайф Ребятам Друг друга Морду почистить Вот они этим и занимаются Ну то нам Нам весело Нам есть что посмотреть Так А там Адмирал Бульдог Внезапно выформил себе Радианс Да Стоит понимать Что из всех Вот этих вот Кровопролитных войн Адмирал Бульдог Зарабатывал больше всех денег Помимо того Что он еще и ТВРА спушивал Он еще и Медвежонком Подгрызал Ассисты делал Адмирал Бульдог Свое получил И Радианс Сейчас будет очень неприятен Для Эмпайр БКБшкой обладает Только один Салент По тому же Йоки будет Очень неприятно Подстрять Бегать рядом С этим Медвежонком Ну я уже не говорю О ЕС Каких-то Тарксирах Которым Все будет портить Медведь с Радианса Сбивать блинки Не давать нормально Ворваться Инициировать Эмпайр снова Готовы драться Ходит за спину Где-то в лесах Пытается искать оппонента Хочется убить Адмирал Бульдога Бульдог Поднимается на пригорок Залетает Алоха Глимер Кейп Фиссуру решили Приостановить Все-таки Аки Ну Аки Цель попроще Будет безусловно Аки здесь будут убивать Но зато Адмирал Бульдог Спасся Есть Тафа Лоды Ну Лоду да Пока башку себе собрал Он Мы видели Чем он занимается В драке То есть он Фактически с руки Не бьет Его задача Это ворваться Дать стан Повесить амплифай И убежать И так делать Неоднократно Пока противник не кончится Ой шеклшот Как неприятно Спирид Бирот отдавать Бульдог Бульдог Медвежонка-то профукал Вызывает нового Сноубол Пошел Лайсмасс неприятный Лод инициирует Твои Хороший стан Вештапливай Алоха Залетает Сакослэмом Очень хорошо Там Мека И очередной шеклшот Подвязывает Наспирал Бульдога Сайлен здесь Распустовал Сноит колдаун Дал флэк уже Алоха пытается бороться За свою жизнь Была Мека Жил вроде бы Но погибает сейчас И в итоге Размен Див 2 Лоу хпшная Лайонс Но продолжает погоню Снова в двоих Врывается лода Есть личный стан Медвежонка прилетает Исфот туда же Стан по двоим Выдает финскрип Йоку Это минус 4 Это Лайонс Казалось бы Все Имперцы должны были Уже убежать Но как же четко Врывается лода Как он чувствует Местоположение противника Эти потрясающие станы В двоих троих Фантастика Да И Империя сейчас Конечно Довольно много потеряла Вот именно в этом моменте Потому что предыдущая битва Возле Рошан Там Указывала примерно Равные результаты Но вот сейчас Здесь Размен 1 в 4 И причем Деньги-то получает Тот самый Адмирал Бульдог К примеру Который только-только Радианс выформил Лода не погиб Форста в себе приобрел Ну и Сво конечно Тоже Заряд на блокстол Не прибавляется Неприятно Да Ну и Лайонс Вот как раз-таки Графики показывают Что выходит вперед Более того И строение Разрушили еще одно Тир-2 Последнее осталось Только снизу Так Ну надо что-то менять Уже Видно Как магического Прокаста Не хватает Для Импер Потому что Врывается идеально Казалось бы Алоха Дэн Сдает Эхо Слэм Залетает и кулдаун И все остальное Но уже не то Уже довольно плотный Лайнс Уже даже За время действия Шиклшота Не всегда получается Сделать килл Ну вот теперь уже На первую линию Битвы Скажем так Вступает На Сферку Вместе с Гирокоптером А теперь спрашивается Нужен урон Нужен просто Чистый ДПС Так Здесь у нас Алоха На исходной позиции Готов Казалось бы Инициировать Но он ДХ Слэм 15 секунд КД Дает Фиссуру Йоку тоже рядом На бринке Под фокус фаером Шиклшот Не подвязывает Алоха Флота дает стан БКБ Убегает что ли Боги И сейчас на развороте же будут убивать Йоку получает Найтмэр Финс Грим На Йоку Алоха На Алоха Просто спасается Бекстом Йоку здесь остается Погибает Попытается ли Поискать Алоху Не стали даже Забели на него Он особо был не нужен Но вот как так Шиклшот Неудачный Их Слэмы Не дождались И вместо того Чтобы сделать Спокойный килл И отойти Они получают Лишь только смерть На одном из своих Кор-героев Очень неприятная ситуация Слишком много Теперь уже имеют Кор-герои Лайнс Они в топе По Нетфорсу И не досчитывается Артефактов Эмпайр Вот правильно Делает саль Конечно Сейчас безусловно Нужен урон Он это понимает Покупает себе Демонедж То есть выход Да даже в МКБ Сейчас нужен выход Потому что там тоже Радианс Здесь какие-то промахи Ну Эмпайр По ДПСу лучше Больше всего дает Ой точнее МКБ дает Больше всего по ДПС Ой как быстро Лайнс Несли Тавер Так А Эмпайр А мы дефить то будем Нет Я понимаю конечно Что нет глифа Но надо же Сторон то не отдавать Наверное Резолюшн заходит А понимаешь Утягивает некого Выключает СФО У нас БКБ Поднял Юлу Алоху Дэн Встречают Но пытаются разобрать Очень быстро На развороте Алоху на форснайпе Уезжает Такий жив Пережили прокаст Эмпайр И пытаются на развороте Убить Тускара Хорошо Через фокус файр Его пробило Погоня может быть Ну хотели бы Наверное Но слишком быстро Элайнс Как-то вот На блинках На блинках Все на ТПшках И смотались Чудом конечно Выжили здесь имперцы Но опять же В размен на сторону Просто пока Все вот это происходит Пока залетают Куча ракет Куча различных Магических нюков Когда кто-то С кем-то начинает Врываться и драться Вмечает БКБшки Все это время Адмирал Бульдог Единственное верное Решение принимает Он просто отправляет Райт кликом Свою медвежонку На бараке И медведь С бешеной скоростью Сносит строение Остановить этот процесс Практически невозможно Остановить этот процесс Сможет только ВРка Которая даст шоколшот И через фокус файр убьет Но Йоку Не досчитывается Айтемов Опять же Не хватает Просто не хватает Артефактов По частям Вот видим Бюджетный кристалли Пытается прикупить В то время Когда уже на 3-4 минуте Требуется просто-напросто Дейдаус Резолюшно подцепили В миде Лота тоже здесь Испо Все прилетают Очень быстро Из дня откуда На травлах Пришел Испо Без шансов на резоле Хотел подсплитить Немножко медлинию Все это вразменно Тир-2 снизу И нужно уходить Медвежонок Продолжает преследование Посмотрите Просто показывает Где находится Сален И план перехват План перехват Лота ускоряется Форста врывается Блинк на Сален Топлифай Повесили Станут и Сво Сален Даже пока бы не успеет Подрубить Очень быстро его разобрали И попытка была зацепить еще ВР-ку Но Йоку здесь На блинкауте ушел Да Так Где-то не тигры Имперцы уже потеряли Где-то После всего Этих веселостей После всех Файтов бесконечных В один момент Просто Отдались И в итоге Потеряли сторону Более того Элайн сейчас будет Бушить дальше Есть Салкирас уже У Лондруида С Товарами Сейчас Справляться Еще проще Доломали полностью Нижнюю линию Герокоптер без Байбека Ну да Он же покупает Цепи Джевель Он хочет купить МКБ очень быстро И 30 секунд Комфортного Подъедания Базы Эмпайр Потому что без Герокоптера Лезть в драку Вообще Никого смысла нет Сели Теперь 3 Бараки Теперь подгрызать Посмотрите Как быстро Как же быстро Он сносит Бараки Вот надо Надо убивать В этой стадии Спирит Бира Но смотрите Фокус Фаер Но не хватает урона Даже скристаллица Надо Дейдаус Не получается Ну так вот Линию Еще одну Снесли Лайнс Уже Минус Две стороны Да По миду Остался Миличный Барак Но все равно Линия будет давиться Пушиться Да Ситуация Но Эмпайр Срочно нужно Что-то менять В этой карте Как-то устроить Хороший файт Где-то Поднабрать Айтемов Откуда-то Из каких-то Карманов Йоку Достать Нужно Еще Тысяч Пять Шесть Денег Творц У него На карте Мы видим Шестой Седьмой Даже Неприятно Милишак Покупает Себе Еще Шевсгард Очень хорошо Оделся Исфо Четырнадцать Пять Восемь ГПМ Видим Шестьсот Девятнадцать Да Качественно У Исфо Только Эрлигейм Прошел Не так Хорошо Как хотелось Первые минуты Четыре А потом Ему доверили Даблкил И уже Эрлигейм Сво Сво Не отпускал Бульдог Конечно За счет Того Что у него Медвежонок С радианцем Бегает Тоже Очень быстро Деньги набирает Ну Гнаться За такими Героями Которые Формят Всю карту Довольно Тяжело И сражаться С ними По завоеванию Денег Это же Непросто Ривер Приобретается Смог Вижена Здесь Вижен был Скорее всего Лайн знают На исходной позиции Нат Готов Перекрывать путь Айшард Ну посмотрите На этот Айшард И лода На развороте Амплифай БКП И пошел дальше Стан под моим Прописал Пытается уйти Йоку до конца Под фокус файром Пытался лоду Разобрать Лода жив 60 хп Ой не туда Попершота Лода неужели Будет убегать Да ладно Вот это он Путь проделал Фантастика Еще и в живых Остался Calculated Называется СВО пошел Убивать Науфира Там те временем Забили керокоптера Лондруид его Просто-напросто Съел Да и без байбэга Вновь Сайлент Без байбэга КГ Ребята из Эмпайра Согласились с поражением Да Лод конечно Осилили Но Это уже Абсолютно Ничего не значит Ну вот так вот Ребят Очень много Было сражений Очень много Файтов Но в один момент Alliance просто сделали Парочку хороших Вылазок Несколько удачных Фрагов И все Эмпайра уже просто Не могли ничего сделать 1-0 Alliance Ведут в этой серии В этом Best of 3 Вторая карта У нас с вами Дорогие друзья Ожидает после короткой паузы Никуда не уходите Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok